Доброе утро! С вами утренний дозор на 360. Так, так, куда же мы отправимся сегодня? Мы проведем дозор на морском курорте. Так, стоп. Кажется, мы что-то забыли. Точно, страховка. Ведь испортить отдых мечты может одно маленькое происшествие. Разболевшийся зуб, отравление экзотическими блюдами, перелом или вывих. Поэтому приобретение страхового полиса – необходимое условие безопасного и незабываемого отдыха. Есть разные программы страхования, расскажите о них. Страховка у нас одна, выезжающая за границу, по которой оказывается медицинская помощь, если с человеком вдруг произошел какой-то случай, связанный с заболеванием, либо с несчастным случаем. Предлагаются просто разные варианты. Популярные варианты страховок – это стандарт и максимум. К примеру, программа «Стандарт» покрывает экстренную стоматологическую помощь в размере 100 евро, а программа «Максимум» – 250 евро. Отплачиваем нашим застрахованным лицам расходы, которые они потерпели для связи с нашей страховой организацией. Если вы любитель экстремальных видов отдыха, рафтинга, виндсерфинга, каякинга, глубоководного дайвинга и так далее, говорите со страховым агентом будущие планы на отдых заранее. В противном случае ваш страховой полис не будет покрывать затраты. Существует один очень важный момент в страховании, о котором не следует забывать. Осторожно, осторожно. Почему? Помню. Что, помнишь? Поскользнулся, потерял сознание, очнулся, гипс, час, все. Но единственное, что вы должны понимать, во всех страховых компаниях алкогольные отравления страховым случаем не являются. Есть моменты, о которых нужно обязательно подумать. Накладки в расписании полетов, пропажа паспорта, автомобильная авария. Мы предлагаем страховку на случай досрочного возвращения на территорию Республики Беларусь, в которую точно так же входит содержка выдачи багажа, либо отмена рейса. Но вам придется купить дополнительный страховой полис. Спасибо большое, Анастасия, за консультацию. Теперь можно смело отправляться в отпуск. Узнаем у минчан, нужна ли туристу за границей страховка. Ну, мало ли что в жизни придется. Велосипед будет ехать, разобьется, а страховка нужна. Дело в случае, если вдруг что-то произойдет, да, то ты не застрахуешься. Тогда думаешь, ну, надо было бы. А доходу же с детками, где-то за рубежом. Ну, если что-то вдруг случается, можно получить помощь. Может быть, все хорошо, а может быть и нет. Ну, поэтому это обязательная вещь. Надеюсь, что ничего не произойдет, и мне она не понадобится. Это общепринятая норма. Торис всегда должен быть застрахован. Он находится в другом государстве. Приеду в Турцию, наступлю на рак, потому что надо страховаться. Чтобы отпуск прошел на ура, и фотографии «Я и море» получились просто вау, в первую очередь стоит правильно подготовиться к поездке. Медицинская страховка совсем не напрасная трата денег. Она помогает решить возникающие на отдыхе проблемы и избавляет от лишнего беспокойства. А в утреннем дозоре на 360 с вами была я, Настя Рудская.